Да, иногда они возвращаются. Это даже не кликбейт. Разговоры о важном 2.0. Расширенные и дополненные. Разговоры о важном со стоповым. Привет, просветители. За годы существования этого канала, а это уже 5 с половиной лет, наверное, мы обсудили с вами просто тонны разнообразных образовательных инициатив. Разной степени паршивости и бредовости. Депутаты, чиновники, актеры. Передаю приветик всем женщинам-гребницам от Гойда Ахлобыстина. Певцы, мужской путь, хорошее дело. У меня вьетнамские флешбеки. Объединяет практически всех этих товарищей один момент. Они не имеют ни малейшего представления о работе в современной школе. Достаточно просто интервью Сергея Кравцова посмотреть, что мы и сделали на прошлой неделе. Плюс довольно часто озвучивается какая-то просто отбитая трошанина, а-ля давайте запретим иностранные языки. И в такой ситуации мы здесь с вами чаще всего просто вместе дружно офигеваем. Для того, чтобы понять, что пахнет чем-то нехорошим, даже особых знаний не требуется. Но сегодня ситуация другая. Очередной сердобольный политик, я уже со счета сбился, сколько их там, решил что-то в школе усовершенствовать. Звучит знакомо. И хайпово. На этот раз досталось нашим любимым влажным разговором. Со стоповым. Кстати, тут Сергей Кравцов заявил, что разговоры о важном очень понравились ученикам и родителям. Интересно, каким? Причина такой всенародной любви, живое общение и отсутствие формализма. В отличие от обычных уроков. И тут у меня сразу же два вопроса. Это когда практически идентичные сценарии, что для третьего, что для одиннадцатого класса, спускают сверху. И практически все вопросы прописаны. Да и ответы учеников по факту тоже. Это и есть отсутствие формализма. По-моему, как раз таки наоборот. Или улыбающийся с интерактивной доски Егор Крид, рекламирующий казино, сразу же обстановку неформальной делает. Плюс френды с няшными телефонами. И второй. Может быть это проблема, что обычные уроки пропитаны формализмом. И с этой проблемой нужно бороться, решать ее как-то. Но опять же, что я понимаю. Вернемся к предложению депутата. Интересный момент заключается в том, что в этот раз мнения общественности максимально разделились. Учителя крутят пальцем у виска и заявляют, что это бред на постном масле. Если что, это еще цензурная версия. А обычные комментарии, далекие от школы, считают, что наконец-таки в этой самой школе что-то хорошее появится. В общем, стоит разобраться. Гоголь называл именно эту часть своего тела самой благородной частью. Подсказка. Писатель никогда не сидел на диетах. Да, вы уже поняли, что именно желудок Николай Васильевич баловал как никогда. Например, ценил итальянскую кухню. Да и сам неплохо готовил. Впрочем, если вы тоже будете радовать свою самую благородную часть тела, то гораздо проще заказать вкусности в доставке еды фудбенд. Там готовят и доставляют еду круглосуточно. По промокоду Остапов у вас будет классная скидка на все заказы и любые блюда. Хоть каждый день. Доставляют по Москве и не только. Например, недавно открылись в Алматы. Если смотришь нас из Казахстана. В меню фудбенд и пицца из итальянской печи с разными начинками. Классическое или оригинальное. Под настроение. Или, если вы на диете, в отличие от Гоголя, берем сытные покеболы фудбенд с лососем или креветками. И чем только не. Летом хорошо идут. Или вот разные сеты роллов чисто для себя или на всю компанию. А еще в меню много горячих и сытных блюд со сковородки. Лапша, овощи, курочка. Берите хоть все. Ведь чем больше заказ, тем больше скидка. Салатики тоже есть. Как и домашние напитки. В жару пригодится. Кстати, для зрителей-предпринимателей у фудбенд есть франшиза. Компания поможет с открытием пиццерии и доставки в российском регионе, если есть такая мечта. Или даже за границей, как в Казахстане. Ну а если просто хочешь вкусно поесть, пиши при заказе фудбенд промокод ОСТАПОВ хоть сейчас и получай скидку. Все по ссылке ниже. Приятного аппетита. Вообще, мне пора уже перестать удивляться, что люди максимально далекие от образования постоянно пытаются что-то в нем поменять. Неплохо было бы для разнообразия предложений учителей послушать, но они все слишком заняты. Учителя не предложение. Пытаются гениальные идеи законотворцев в жизнь воплотить. Удачи. Она вам пригодится. Мне кажется, если бы я до сих пор работал в школе, я бы уже седым был. И не из-за учеников. И что самое печальное, порой идеи-то на самом деле неплохие, но они либо просто неосуществимы в современной школе. Либо, что случается гораздо чаще, чиновник просто пытается изобрести велосипед. И все вокруг. Вау, круто, вот эта идея. Умеете, могете. И учителя со школьниками. Чего, блин? У нас-то уже 10 лет проводят. Приблизительно такая же ситуация и в этот раз. Знакомьтесь, Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению. Вопрос на засыпку. Как вы думаете, сколько лет Яна проработала в школе? Ну, раз она у нас буквально второе лицо в Госдуме по вопросам образования. 10? 15? Ну, может быть, 5? Или хотя бы годик? Правильно, ноль. Но зато была помощницей Милонова. На этом, как мне кажется, рассказ можно и закончить. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения Сергея Кравцова письмо с предложением вести для школьников практические занятия «Важные дела», во время которых они будут учиться сохранять природу, заботиться о животных и помогать незащищенным категориям граждан. А может быть, помогать незащищенным категориям граждан государство должно, а не Вася из 6-го Б? Не, ну так. В качестве эксперимента. У нас просто все идеями фонтанируют. Почему бы и мне не попробовать? А еще, когда Конституцию меняли все города, фотографиями с животными были обклеены. Защитим природу и братьев наших меньших. Вот не поменяем Конституцию и ни природы, ни братьев. Это мы просто все не так поняли, что ли? Имелось в виду, что заставят школьников в обязательном порядке любить природу. Мать вашу! Предложила вести для школьников практически общественно полезные занятия, важные дела в рамках внеурочных занятий цикла «Разговоры о важном». Отправила обращение министру просвещения Сергею Кравцову, написала Лантратова в телеграм-канале. С 1 сентября 2022 года в школах проводится цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», направленных на нравственное просвещение учащихся. Однако всякое теоретическое знание должно иметь практическое закрепление, а воспитание не является исключением. Эксперты отмечают, что наибольшее влияние на нравственное развитие человека, в особенности ребенка, оказывает помощь другим людям, отметила Лантратова. До того, как мы по пунктам рассмотрим, что не так с этим потоком сознания а-ля «за все хорошее против всего плохого» Боже, урок важные дела. У меня будет два встречных предложения. Первое. Отправить всех этих реформаторов в школу. Месяца так на 3-4. Ну, для профилактики. Уроки портить, конечно, не стоит, а вот помощникам директора по воспитательной работе самое то. Пусть повоспитывают. Точнее, попытаются. Второе. А может быть и депутатам помогать другим людям? Лично. А не только рассказывать, как учителя со школьниками должны незащищенные группы населения защищать. А теперь давайте разберемся, что же в предложении Яны Лантратовой мне кажется слегка, буквально чуточку, странным. С одной стороны, хочется сказать спасибо, что новоявленные важные дела, прости господи, Яна не предложила отдельным уроком в расписание поставить. Я, конечно, может быть, что-то пропустил, но создается полное впечатление, что кто-то наверху решил июнь месяцем новых уроков объявить. Хватит! Остановитесь! Но здесь же и проблема кроется. Если Лантратова предлагает запихнуть важные дела, важные разговоры, как уже надоели эти попытки впихнуть невпихуемое. Она знает, что эти занятия проводятся по понедельникам, перед первым уроком. Да и длиться они должны полчаса. На минуточку. Кого она предлагает там в 8 часов утра спасать? Всей школой, опять же. Вы просто представьте эту картину. Десятки тысяч школьников в условном Краснодаре в один и тот же момент выходят бабушек через дорогу переводить. Нет, конечно, можно составить отдельное расписание, где каждый класс в определенный день отправляется недоделки государства исправлять. Но тогда это, простите, уже отдельный урок. И пропадает сама идея важных разговоров, когда все школьники страны в одно и то же время обсуждают одни и те же вопросы. Думала ли об этом Яна? Как она планировала запихнуть практическую и по факту выездную деятельность в общероссийский урок? История, как говорится, умалчивает. Но что-то мне подсказывает, я знаю ответ на этот вопрос. Ребята, в следующий понедельник мы отправляемся ухаживать за животными в питомник. А уже в 8.30 мы должны быть снова в школе. Скажите спасибо депутату Лантратовой. Спасибо. И опять же, тут либо один класс пропускает очередную важнейшую беседу на разговорах, потому что вместо этого они памятник отмывают. Либо реально школьники всего города в едином порыве в 8 часов утра начинают добрые дела творить. Создается впечатление, что чиновников и депутатов всех мастей у нас развелось так много, что для них работы просто не хватает. Вот и приходится им бедным креативом щеголять. Акробатический этюд? Нет, поймите меня правильно. Я обеими руками за помощь животным. Волонтеров вообще безмерно уважаю. Но я как-то не особо верю в добро из-под палки. Давайте всех школьников заставим за одинокими стариками ухаживать. Ну, чтобы уважение к старшему поколению привить. А во-вторых, Яна на самом деле не знает, что школа в общем-то чем-то подобным и так довольно часто занимается. Ну, просто не в принудительном порядке. Но если всех школьников страны припахать, как говорится, то, наверное, и взрослые должны появиться, которые знают и как памятник покрасить, и как за стариком ухаживать, и как животным помочь. Это кто? Опять классные руководители? А они точно всеми этими умениями обладают? Потому что если нет, то это будет либо очередная профанация для галочки, либо необходимо еще одни курсы организовывать. Ура, распил бабла! Представляю, все классы дружно с 1 по 11 идут в питомник. И каждый берет себе по питомцу. Не то, что кошки и собаки. Бездомные крысы и мыши исчезнут в округе. Пауков начнут усыновлять. В детские дома и дома престарелых кинутся волонтеры всех мастей со всех властей. Бабушкам и детишкам вздохнуть будет некогда от такой заботы. Больничные палаты засияют чистотой в рамках волонтерских субботников. И наступит коммунизм в отдельно взятой школе, городе, селе. Какие радужные перспективы? Ну, в общем, о чем я и говорил. Сделал важное дело, учись смело. Проблема в том, что со всеми этими важными инициативами времени на учебу особо-то не остается. Но поток предложений не иссякает. Еще раз повторю горшочек. Не вари. А давайте в школах будут учить вот этому. И обязательно пусть расскажут вот про это. А вам тоже кажется, что учителя могли бы? И русский с математикой. Мы чужие на этом празднике жизни. Надо, чтобы дети поняли, что очень важно заботиться о... И дальше что-то важное. Но с чего дети будут о чем-то заботиться, если государство особого интереса к этой проблеме не проявляет? И да, повторю, некоторые подростки уже этими самыми важными делами занимаются. Просто не из-под палки, и не на первом уроке. Да, и памятники нуждаются в восстановлении, и приютам необходима помощь, и пожилым людям уход. Тут я полностью с Яной согласен. Только вот государство, и те самые депутаты должны пример показать, а не только перекладывать ответственность и языком чесать. Ну и да, в школу на три месяца. Две ставки. А потом поговорим. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Кстати, сейчас на экране вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Там все ролики доступны без рекламы, раньше, ну и кроме того, есть эксклюзивный контент. А я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня, и до встречи.